Приветствую вас, дорогие мои! Ну что ж, у нас сегодня продолжение темы работы с коллажами и вообще как создавать эти коллажи. И мне бы хотелось отдельно коснуться темы цвета, потому что когда мы составляем цветовые свои стилевые карты, безусловно, цвет это то, что мы учитываем в первую очередь. Ну, я сейчас открыла сайт Pinterest, где вы часто видите вот подобного формата картинки, схемы цветовые и так далее и тому подобное. Но мы с вами не будем составлять вот такого формата схемы. Мы будем с вами составлять, скажем так, схемы, которые необходимы для понимания вообще цветов основных в своем гардеробе. Ну вот давайте здесь повнимательнее посмотрим, о чем я говорю. Когда мы свой психологический портрет с вами нарисовали, мы определили свои ключевые внутренние качества. И это мы делаем как раз на нашей мастерской стиля в первом блоге «Психология имиджа». Нам очень важно, переходя к цвету, понимать с точки зрения психологии, какие есть цвета в нашем гардеробе. Безусловно, что цвета распределяются по сезонам. Весной у нас может быть одна палитра цветовая, зимой будет совершенно другая, с разбавлением более насыщенными активными цветами. Но мы сейчас говорим про весну-лето, и давайте посмотрим, например, как цвета вообще распределяются в нашей капсуле, в нашей весенней базе. Сначала у нас есть группа цветов, которые составляют основную, вот это вот 80-90% наших цветов. Это группа цветов, которые носят название «Основные цвета плюс нейтральные базовые». В чем смысл? В том, что когда мы с вами формируем нашу капсулу, нам очень важно нейтральные цвета и основные взять действительно в категории наиболее универсальных. То есть это будет цветовая палитра, в первую очередь, которая в большей степени подходит вам. Соответственно, вы должны протестировать эти цвета на зону улица, чтобы они вам были наиболее подходящими. И далее это цвета, которые обладают наибольшей функциональностью, то есть они сочетаемы между собой. И сочетаемость вещей, вы можете, точнее, цветов, вы можете проверить как раз и по вот таким вот палитрам, которые есть в Пинтерсе. Выделить, например, для себя, да, отсюда 1, 2, 3 цвета. Либо вы можете взять такой очень интересный инструмент, который я тоже рекомендую с ним работать. Это может быть цветовой круг, да. То есть вы прям берете цветовой круг, на нем определяется нужное вам сочетание. Это может быть холодное, теплое сочетание, монохром, аналог и так далее. Обо всех премудростях сочетания цветов мы с вами еще будем говорить на мастерской стиле. И, собственно, законы соединения, да, комплементарности цветов мы там все изучаем. И сейчас наша задача понять вообще, какие цвета мы будем использовать в гардеробе. И, точнее, по весеннюю, например, капсюлю поговорим. Так вот, это, да, цвета, которые наиболее подходящие вам у лица. Они наиболее функциональные, базовые. Соединяются друг с другом легко. То есть посмотрите, например, да, вот этот вот красивый зеленый оттенок, очень приглушенный, мягкий. Мы можем легко сочетать так с цветами, которые находятся рядом, да, поскольку это аналоговая группа цветов. Так и с цветами, которые категорию нейтральную, да, выделены. Это и пастельный розовый, это такой же мягко-ловандово-серый цвет. То есть и эти сочетания будут абсолютно применимы. И далее у нас есть группа цветов, которые являются акцентами. Они выделяются в отдельную группу. Их может быть несколько, может быть один, два, три, может быть четыре цвета, может быть всего лишь два. Это зависит от ваших предпочтений. И помните о том, что с точки зрения психологии, акцентные цвета, они могут быть не только в одежде, а скорее вынесены в аксессуары, в дополнительные предметы. То есть это могут быть сумки, шарфики, обувь и так далее. И плюс это могут быть именно украшения, да, определенных цветов. Более того, включайте, да, вот именно в такие какие-то акцентные свои цвета, один, два, те, которые прокачивают с точки зрения психологии, ваши неразвитые качества. Но они могут быть, конечно, уже в значительно меньшей степени добавлены в ваш гардероб. Так вот, как нам с вами создать вот этот прекрасный коллаж, да, который мы только что с вами видели вот здесь. Как его сформировать, да, вот именно такую подборку цвета. Не брать, например, из Пинтереста вот то, что мы с вами видим, да, уже готовое. Вам, например, это неинтересно, вам хочется сделать что-то свое. Как это сделать? Все очень просто. Ну, давайте заходим в Google наш прекрасный, да, и набираем, например, мы с вами, ну, не знаю, давайте базовые какие-то цвета возьмем, например, белый цвет, да. Вот я просто забиваю белый цвет, и понятно, что нам сейчас тут вылезет масса информации. Заходим просто в картинке, да, и мы видим, что много-много вариантов. Например, мне нравится вот такая схема, да. Я беру, сохраняю ее себе просто на рабочий стол или сохраняю какую-то отдельную папку. Ну, вот, например, я сейчас здесь на рабочем столе создам просто папочку, которая будет называться цвета, да, там, или какая-то палитра. Ну, не важно. На самом деле, вы делаете это так, как вам удобно, и потом вы можете уже с этим управляться, как вам удобно. Ну, вот я, например, пишу, что это белый цвет. Окей, есть у меня один базовый цвет. Аналогично я начинаю выстраивать. Например, я понимаю, что базу я хочу включить не только белый цвет, но хочу, например, песочный цвет включить, да. Главное, не ошибиться с буквами, а так все хорошо. Например, песочный. Ну, опять-таки, да, здесь можно брать ту же тематику, что вот мы были, да. Можно брать просто песочный цвет. Ну, давайте я, например, найду какую-нибудь кисть, да, там, как-то так. Попробую, чтобы было понятно. Так, он мне выдает не то. Ну, вот иногда именно с поисковыми, да, картинками кистью, да, например, белый цвет. Вот, вот, например, что-то вот такое. Ну, сейчас еще посмотрим, может, еще что-то будет. Как правило, все равно можно найти. Ну, вот, например, даже мне нравится вот такая какая-то история, да, или вот. То есть, понятно, что это такой пудровый мягкий оттенок. Вот, например, я его сохраняю себе, да, сюда же. Ну, пусть я даже не буду название менять, это не суть важно. Дальше, например, я в базовый цвет хочу включить голубой. Потому что голубой, например, на лето очень хорошо, да, вот голубой цвет. Тоже кистью сразу, сразу уже, да, чтобы он нам не давал ненужное. Ну, например, опять-таки, посмотрите, вот, да, вот прекрасно. Так, только это у нас вектор. Мы сейчас возьмем не в векторе. Так, возьмем какую-нибудь просто картинку. Так, они все векторные. Сейчас разберемся. Это синий. Ну, вот здесь надо просто поискать, какой вариант вам хочется, да. Ну, вот, опять же, вот прекрасная история. То есть, как это будет визуально выглядеть, не суть важная. Я, опять-таки, просто сохраняю это как есть. Далее, например, я хочу базовый цвет на лето включить. Ну, давайте подумаем, какой. Пусть это будет серый. Пусть это будет серый цвет. Опять то же самое сохраняем. Ну, как видите, работая с цветом, вы можете параллельно, опять-таки, проанализировать какие-то свои моменты в капсуле. Что у вас уже есть, чего не хватает. Так, что у нас тут имеется в виду из картинок? Ну, сейчас, сейчас что-нибудь мы с вами найдем. Но то же самое, на самом деле, вы можете делать в интернете. Давайте посмотрим, если я, например, возьму это здесь. Да, я забью в поиске, например, серый цвет. Да, и посмотрите, здесь тоже сейчас будет вот целая уже подборка. Можно, кстати, что-то вот, да, уже отсюда брать. Можно взять, например, вот такую историю. Тоже мне нравится. В принципе, такая как раз палитра, посмотрите, тоже я бы ее включила в свою базу. Ну, вот я прям так и сделаю, возьму и сохраню картинку. Все, я ее сохранила. Только единственное, что, смотрите, да, когда вы сохраняете свои фото, да, вам нужно понимать, что они у вас сохраняются где-то, да. То есть, вот мне сейчас вот эту картинку надо перенести обязательно в рабочий стол, в папку цвета. Потому что у меня здесь все материалы для того, чтобы ничего не потерять. Ну, и вот, кстати, да, посмотрите. Мы сразу с вами видим некоторые базовые цвета, которые я для себя выбираю, например, на весну-лето. Мне нужны теперь сюда акцентные цвета. Я бы взяла, допустим, сюда коралловые и, ну, красные можно взять, безусловно. И можно взять, ну, давайте, может быть, синий или оранжевый или желтый. Ну, в общем, что-то из этой категории. Предлагаю взять, например, коралловый цвет, потому что он прям прекрасно сюда подойдет. Понятный можно взять. Да, то есть, вы смотрите уже по тем сочетаниям, которые вам нравятся, которые вам приятны. Ну, вот, например, да, коралловый цвет. Если нам нужно как-то, ну, по-особенному, чтобы это было выделено, я могу взять какую-то вот такую прям текстуру. Это тоже будет красиво. Вот, в принципе, здесь, ну, на волосах, а можно, например, сделать это, чтобы это было совсем понятно. Например, взять и забить о том, что это должна быть акварелька. Либо вы можете взять это прям вот в такой текстуре. Тоже будет хорошо. Вот тоже, в принципе, мне нравится. Вот, посмотрите, да. Можно и таким образом пойти. То есть, любые варианты. Ну, вот, в Пинтересте мне больше нравится, конечно, искать какие-то сочетания. Они здесь, скажем так, поинтереснее. Да, ну, без разницы. Я возьму, например, вот этот цвет и, опять же, его сохраню. Ну, и давайте попробуем, например, взять какой-нибудь желтый. Желтый, потому что он тоже будет прекрасно сочетаться акцентом. И можно взять еще ярко-синий цвет трендового этого сезона. Да, ну, мы сейчас вот как раз так с вами и составим нашу карту. Ну, желтый. Вот наш прекрасный желтый цвет. Можно зеленый, опять-таки, добавлять. В общем, уже играйте с этим, как хотите. Мне вот нравится вот эта картинка. Я ее сейчас беру себе, сохраняю. Я не буду много сейчас цветов искать. Просто вы поняли принцип, как это делается. Далее, посмотрите, у нас есть с вами два цвета. Я зайду сейчас в загрузки наши. Да, сохраню вот эти две картинки быстренько. Перенесу в рабочий стол. Соответственно, вот сюда. Да, и вот мы с вами видим уже те цвета, которые у нас включаются в базу. Можно, в принципе, вот этот цвет убрать. Но вот здесь мне нравятся мягкие оттенки, поэтому я их оставлю. Что нам нужно делать дальше? Давайте посмотрим. Дальше мы с вами берем нашу программу, которую я уже показывала вам в прошлом. Да, она связана как раз с коллажами. Вот она у нас есть. Сейчас мы ее открываем. Мы создаем новый коллаж. Мы можем здесь поступить как угодно. Можем мозаично. Но здесь, опять-таки, давайте выберем все-таки это квадрат, чтобы нам было удобнее. Ну, например. Опять-таки, нам нужно их распределить по категориям. Поэтому мы можем с вами взять это вот так вот, чтобы было понятно. Да, и, в принципе, ничего страшного не будет. Посмотрите, да, вот у нас есть с вами поле. Сейчас мы сюда загрузим опять все наши фотографии с рабочего стола. Просто вы помните, где у вас все это находится. И ничего страшного об этом нет. Вот моя папочка цветал. Вот я беру все эти. Просто выделяю фотографии. Все это загружается сюда. Все есть. Теперь посмотрите, да. Здесь можно... А, я выбрала грид, который нам как раз позволяет, да, вот это вот переместить. То есть, единственное, помните, что здесь можно поудалять немножечко. Так, здесь расположение понятно. Можно, кстати, посмотрите, сделать интервал поближе, да, чтобы было видно. Тени я сейчас уберу. Они мне здесь не нужны ни в коем разе. Рамки я тоже убираю. То есть, помните, мы с вами так уже делали. Фон, ну, фон как хотите. Можете такой, можете такой, можете никакой не делать. В общем, как вам в душе будет угодно. На самом деле, абсолютно без разницы. Вот посмотрите, вот у нас получилась, да, некая схема цветовая. Вот некий коллаж. Безусловно, вы можете выбрать разное расположение, да. Здесь может быть разный грид. Но вы можете перемешать эти цвета. То есть, ну, по-разному это может быть. Здесь это не принципиально. В любой программе для коллажа на телефоне делается все ровно то же самое. Дальше вы можете в текстовом редакторе дописать, что это акцентные, это базовые, основные, нейтральные цвета и так далее. Но смысл понятен, да, что есть нейтральная группа цветов и есть акцентные цвета. Их количество зависит от вашей карты. Вот такой, собственно, небольшой, опять-таки, урок я для вас сделала для того, чтобы вы понимали, как легко вы можете составить вот такую схему. Ну, такие вещи делаются в фотошопе, чтобы вам с этим не заморачиваться. Вы делаете это просто элементарнейшим образом в обычной программе для коллажа онлайн, оффлайн, на телефоне, как вам будет угодно. Больше всяких нюансов, фишек и подробностей, конечно, на мастерскую стиля. Приходите, у нас обучение идет на базовом уровне сам себе стилист и на программах, в том числе мужской стиль. И все эти тонкости мы разбираем на конкретных примерах ваших гардеробов, составляя стильные карты. На этом урок заканчиваю и жду ваших комментариев на тему того, нравятся ли вам такие полезные советы. Хотите ли еще подобные какие-то темы, если да, пишите обязательно в комментариях.